лучшие друзья девушек не только бриллианты но и цветы так считает наша сегодняшняя героиня фатима липшокова которая сегодня поделится с нами некоторыми секретами составления стильных букетов привет фатима что ты нас сегодня вот позвала к себе в гости хотелось бы узнать чем мы сегодня будем удивлять наших телезрителей сегодня я бы хотела показать как можно собрать букет на 8 марта своими руками дома попробовать это сделать так как 8 марта это самый главный день в году женские все хотят цветы цветы и только цветы чтобы там кто ни говорил цветы это всегда самый милый самый прекрасный самый ароматный подарок кстати хотелось бы сказать что скорее всего это не отдельный подарок вернее это конечно сопровождение конечно да красивым обравлением к основному подарок да 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 поэтому цветов всегда можно найти в море всегда в любом месте в принципе не сложно собрать букет даже со своего огорода возможно не 8 марта но будет будет и да поэтому я сейчас покажу какой-то вариант упаковки он будет несложный который я надеюсь что каждый сможет дома по себе повторить а я тебе постараюсь чем-нибудь помочь давай буду рада всего мы с тобой начнем изначально я так понимаю выбрали цветы сами да сначала выбираем цветы выбираем в принципе абсолютно любой цветок и желательно чтобы он подходил друг другу по оттенкам если не уходить в сложности там в подборе цветов то можно в примерно в одной цветовой гамме что-то светлее что-то ярче что-то беленькая можно давай чтоб она его оттеняла скажи пожалуйста как-то по породам цветов или по сорту цветка как-то сочетаются или да есть такое дело есть цветы простые полевые которые лучше собирать друг с другом есть цветы более высокого я не знаю как ранга даже ранга они идут сочетание друг с другом конечно будет смотреться более дороже собирать нужно и так и так но итоговый вариант будет смотреться по-разному что мы сегодня и желательно это веточки эвкалипта очень ароматная прекрасная зелень можно конечно понюхать всегда лучше добавлять зелень она всегда освежит любой абсолютно любой букет какой бы вы не собирали сегодня мы будем брать гортензию это вот из очень так сказать хороших благородных цветов дальше кустовая будет роза у нас называется она кустовая пьяновидная роза поскольку у нее бутоны идут крупные и похожие чем-то на пионы и обычная кустовая роза белого цвета для создания композиции до получается мы как бы четыре составляющих выбрали да да на сегодняшний букет чтобы сильно много не добавлять и чтобы было не пустенько и так мы определились составными частями нашего букета какой следующий этап следующий этап идет сборка мы берем примерно на глаз количество цветка и после уже по мере необходимости со собираем можно если нужно по объем не собираемся с на побольше нет так поменьше гортензию лучше вот так снимать листики потому что гортензия пьет очень много воды и листва эту воду на себя забирает вообще в целом отступлю до рекомендую очень всегда очищать листву от стебля потому что листва когда попадает в воду из-за нее размножаются бактерии и цветок быстрее гибнет а то есть это залог сохранения букета да так да 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 он будет стоять намного дольше буквально несколько дней будет разница зеленью или без стебли так как гортензия это крупный цветок она идет больше акцентом на нее и вокруг нее да нет прям в центр это будет как бельмом пятно на глазу поэтому делаем чуть-чуть смещение от центра и собираем она могу тебе всегда помочь поддержать что-то там или почти подавать это у меня сегодня ответственная миссия выбирать красивые веточки и подавать мне как отобрать лучшие ветки ты выбирайте веточки более раскрытые более пышные и более крупные потому что клиенту мы стараемся ставить максимально вот этот лучший вариант да вот смотрите они равномерные так а что вот с эвкалиптом куда вы эвкалипт вставляется можно в середину букета я не люблю когда вот ну как по моим предпочтениям не люблю когда букет зелень с одной стороны не люблю когда она вот так или на окантовки да я люблю когда нас там сям выходит и создается эффект легкости и эффект того что букет воздушный собираем естественно по спирали но это конечно надо руку тренировать можно нет по спирали также собирать вот такой из меня помощник я просто любой с цветами да тоже дело это тоже нужно цветы без этого никуда мы сами уже семь лет даже восемь лет я вот работаю с цветами честно скажу каждую поставку цветов я привожу и пищу буквально от радость каждой веточкой на раз мы пока вот формируем букет хотелось бы немножечко узнать а как так получилось что ты решила в принципе связать свою это получилось ну вот когда я иногда слушала истории говорили вот это получилось совершенно случайно я думаю как так надо планировать надо же как-то ну как-то готовить какой-то бизнес план грубо говоря но нет в этот у меня получилось так что действительно случайно мы некоторое время жили в санкт-петербурге увидела красоту думаю ну нет у нас ну хочется приехала и заказала в первую очередь у меня были заказаны коробочки брендированные я их заказала и начала потихонечку работать из дома онлайн сначала буквально первый ну наверно не полный год я смотрю доставки всем понравилась идея с коробочками все поддержали клиенты я имею ввиду стали поступать заказы естественно дома это было невозможно потому что цветку нужно определенное хранение определенный градус и к разуме для каждого цветка до расширить когда дальше я уже полноценно постаралась обучиться этому делу немного прошла курсов и уже решила открывать магазин вернее даже не я а супруг очень сильно настоял да я боялась на тот момент ребенок был маленький на руках но он как нет надо есть это горько работаешь надо горько работать правильно капитальная год вот ну правильно вот что значит а поддержка родных и близких когда вы начинаете и мужской взгляд я соберу букетик а мы сразу надо да давайте хоть помогу давай а то я только любую читали что делать скажи так сейчас мы будем подбирать сюда упаковку сейчас я свяжу местечко где мы собрали букет когда собираешь букет то есть так как мы проводим маленький мастер-класс я скажу такое тоже секретик закрете да вот собрали букет то есть он у нас получился пышный получился ярко красиво чтобы сохранить эту пышность желательно лентой перевязать в том месте в каком ты держишь руками то есть не выше не ниже потому что тогда так если вы соберет перевяжите букет выше перевязать букет ниже он получится потерять свою форму теперь мы подготовили основу букета собрали его и осталось дело за не менее важной частью букета это его оформление так как многие пренебрегают говорят просто в прозрачной можно без упаковки все равно упаковка и это очень важный элемент букета также подарки если оформляешь упаковки это выглядит намного лучше ну и транспортировка цветка будет более безопасной что вы его не повредить и сохранится пока везете куда вы бы его хотели отвезти подарить кому я вижу так вот я подготовила упаковку пожалуйста мне может поближе там но здесь два варианта два варианта что я могу показать если мы хотим сделать что-то из того что мы собрали супер нежная зефирная такого облачка это да это будет вариант конечно более кремово-розового оттенка какой красивый да матовый кстати да сейчас моды наверно это газа замороза все матовая да сейчас нежелательно блестящие сейчас и есть вот это упаковка называется корейская пленкой она очень удобно в использовании да она вот двухцветная и она удобна в использовании она не промокает она не сыреет как бумага и она такая же вот он не блестящая не то есть современной технологии даже в цветочном бизнесе присутствует если же мы хотим сделать что-то свежее более яркий вариант это будет таким одним общим облачком этот цвет упаковки мятный покажет букет более ярким более и мы каждый раз когда собираем букеты прикладываем и смотрим чтобы больше подошло это матовая пленка она идет как как вам сказать создает небольшую воздушность как дополнение к основному цвету да вот можно добавить можно нет но я люблю добавлять и добавляем практически в каждый букет мы ее ну раз профессионал говорит что матовая бумага необходимо значит не будем пренебрегать советами на букет на минуту откладываем дальше берем нашу упаковочку вырезаем нужные нам части примерно как надо по букетам если вы не знаете там первый раз пробовать да лучше вот под приложить то есть вам хватает длины вам хватает ширины обрезаете чтобы потом не добил не добивать кусочками соответственно я хочу сделать сейчас букет ну как сейчас это называет более в корейском стиле то есть это не классический букет мокрой да не классический на уголочек вариант да вот как на уголочек более красиво розы например на когда вот ну скромно красиво со вкусом а это у нас более раскидистый букет более пышные и хотелось бы упаковку соответственно более современную смотрите это потребует вас большого количества бумаги тоже четвертый я думаю мне будет достаточно 5 вот опять пожалуйста можно все стороны на хранение так теперь мне нужен скотч наш я вообще хотела бы сделать так чтоб мяты было больше мятного ну там сам будет выходить и золотой да вид на его будет да и своеобразный веер делать теперь матовой пленки тоже отрезаем немного немного половину пленки потому что у нас букет достаточно пышный если мы сделаем две полосочки это будет очень мало и до местами дырки больше всего не люблю букетов пустоты появляются потому что не разобраться да точно так же складываем да и ставим изнутри как прослоечкой так дальше чтоб каждый раз не отвлекаться на ленту подготавливаем себе пару кусочков до заранее чтобы постоянно не этот не дергаться теперь берем букет ну как этот собираем мы накладываем на упаковочку на столе это делать удобнее всего можно это собирается сборка букета вообще зачастую мы собираем на руках то есть букет и накладываем упаковку да а для новичка очень удобно будет собирать на столе потому что ну ты так четче видишь соответственно положил букет чуть-чуть оставил хвостик чтобы можно было собрать и дальше вот то есть сразу идет и по ходу дела вот так вот тысячу раз мы этот букет прокручиваем стебелечки до каждый раз чтобы все было равномерно смотрелось все было одинаково а завязывать не сразу это вот нет ну я могу да у меня так как руку я уже набила поэтому конечно опытный человек сразу просто вот на весу собирает да вот вы делаете вот так нужно вот просто чем хороша упаковка в корейском стиле не обязательно отмерять какие-то сантиметры не обязательно выдерживать какие-то равномерные углы и пропорции да можно просто накладывать просто смотреть чтобы она общий вид был равномерным и все но не обязательно вымерять там по сантиметрикам скажи пожалуйста фатим какие советы ты как мастер могла бы дать людям и которые хотят продлить жизнь своему букету вообще лучше хранить букет в упаковке или без когда набираешь водичку вазу желательно всегда на любой цветок набирать хорошее количество воды это очень важно у нас часто любят многие набирать чуть-чуть ну цветок просто не напивается и поэтому умирать не потому что он не свежий старый так далее просто мало снимаем ножку вот который мы отдельно сюда положили упаковочку снимаем вот эту ножку до обязательно снимаем и цветочек подрезаем дома если нет секатора можно это делать ножом ножницами ножницы конечно чуть-чуть покуртится лучше ножиком делаем косой срез наверное вот так будет лучше покажу сразу на стеблях делаем косой срез в обязательнейшем порядке так он будет площадь питья воды у цветка будет больше подрезаете и уже после того хром подрезали да и ставите вот соответственно на водичку и еще одно немаловажное условие для хранения цветка сейчас преддверии 8 марта когда все девушки получат свои букеты желательно не ставить букеты рядом с обогревателями батареями и желательно не ставить все-таки на подоконник или хотя бы убирать на тот момент когда туда светит солнышко чтобы они не выгорели чтобы им было ни жарко не душно много воды меньше тепла самое главное условие до этим мы сегодня много говорим о девушках я предстоящее 8 марта а может быть пару советов молодым людям мужчинам как набрать свежие цветы не ошибиться в не ошибиться то тогда что стоит обратить внимание поверьте мне ни один флорист не станет вам продавать плохой цветок старый цветок или же если такое вдруг стоит какой-то плохой цветок например очень многие объявляют на них скидки вот понятно это не сама сюда сайт то что цветок не свежий очень легко можно понять если объяснять что вот бывает так что человек хочет сам удостовериться чтобы бутоны были крепкие и тугие чтоб он был не знаю без черных прожилочек по бутону да вот то есть при минимальном визуальном осмотре можно понять старая очень легко да это понимается и по холодильнику всегда освещение в магазинах хорошая поэтому можно есть даже вам вытащили букет вы всегда можете сказать что он вам не нравится и обменять пока вы находитесь в магазине то есть это не проблема посмотрели выбрали а сейчас ты вопрос хотим насчет того как пахнут цвета аромат бывает такое что вот дали букет да и аромат не сразу ощущается или вообще не ощущается это нормально или вот сейчас нюхала у нас цветочки говоришь не пахнут да они не пахнут когда они достаешь их только с холодильника потому что они хранятся при градусах до 6 7 градусов плюс 67 градусов вот и когда туда достаешь из холодильника естественно запаха нет они немножечко отогреются чуть-чуть распустятся и только тогда цветочек даст уже свой аромат естественно есть которые более сильным ароматом обладают которые послабее но это уже как сказать уже дома поймешь когда сразу нет аромата не стоит паниковать любой цветок имеет свой аромат какой-то более нежный какой-то более яркий да но любой цветок он рано или поздно он начнет раскрываться да и ароматом и цветом и бутоном давай покажем нашим телезрителям какой букет красивый у нас получился так мы его еще не закончили а дело в том что мы не сделали сюда бантик мы перевязали его только технической лентой и думал это весь букет если нет нет обязательно нужен красивый бант вот он розовый все-таки появился у нас все-таки появился так как он оттеняет можно сделать очень яркую жену у нас упаковка в целом хоть она и светлая она нежная я бы не хотела таким бельмом на глазу чтоб она здесь была в бант этот наш достали ленту из органзы очень люблю этот материал часто мы его используем атласные ленты органза перевязываем естественно бантик перевязываем в пару слоев чтобы закрыть техническую ленту чтоб нам ее не было видно клиент естественно тоже и делаем какой-нибудь очень красивый бант целом это классический банк которым мы друг на дружечку наслаиваем пару слоев чтобы он был у нас пышненьким и последним штрихом является тем что мы клеим наклеечку с нашим логотипом и названием нашего магазина и теперь считается что наш букет готов теперь мы его можем отдать клиенту и нам за него не будет стыдно ну а вы дорогие мужчины или может быть даже женщины которые хотят порадовать своих родных и близких можете в принципе собрать букет вот так самостоятельно по плану который расклад сегодня фатима но либо обратиться к специалистам и доверить это дело им и получить вот такой красивый букет а